Друзья, всем привет! С вами Олеся Лизнёва, но сегодня, как вы видите, я не одна. К нам в город, к нам в офис приехал наш партнёр Мария Духанова. Она приехала из Нижнего Новгорода. У нас даже есть, вот видите, такой теперь подарок в офисе. Дело в том, что Мария это особенный человек, который заслуживает отдельного внимания. Могу сказать, что это мой первый партнёр, которая пришла в команду полтора года тому назад, не зная меня. Я не знала её, она не знала меня. Мы встретились на событии компании, событии премиум. Там познакомились, там начали общаться. И вот прошло полтора года. И что-то этого человека заставило приехать именно к нам в город, именно ко мне. Вот, поэтому я хотела, Мария, спросить тебя, что же тебя заставило вот так вот взять, собраться, бросить всё и приехать в город Оренбург? Олесь, меня заставило то, что я полтора года уже тебя знаю, да? Вроде бы хотела построить бизнес, как вроде мне компания нравится. Но год этот какой-то он был сонный. Не было то работала, то опять отдыхаю. Получается, что что-то не то. И в конце года произошло со мной такое видение, что я решила, что что-то я делаю не так. И я приняла решение, что я обязательно поеду к своему партнёру, которая добилась больших успехов. И она мне даст правильное направление, куда мне двигаться. Потому что я хочу в этой компании развиваться, строить свою структуру. И хочу также зарабатывать, как Олеся, как мой партнёр, как Владимир. Потому что у меня есть тоже дети, внуки. Я хочу путешествовать, как от компании Армель. И хочу красиво жить. Хочу машину новую, Киорио. Вот поэтому меня сподвигло. Потому что всё-таки нужно идти на обучение туда, где твой партнёр. И всё-таки знание и мотивация больше получаешь. Заряжаешься от таких же позитивных и успешных людей. Да, ты совершенно верно права. Я полностью согласна, что нами что-то движет в жизни. Какая-то мотивация. И очень часто люди, бывает, говорят, что вот там плохой бизнес. Либо, не знаю, плохой спонсор. Даже и такое бывает. Но на самом деле, вот это классное желание разобраться. Что же я делаю не так? Почему? И, кстати, вы, друзья, не задумывались о том, что, в принципе, люди, когда приходят в сетевой бизнес, по сути, делают всё одно и то же самое. Но у кого-то это получается, а у кого-то нет. У кого-то это получается быстро, а кто-то достигает этого же результата через какой-то промежуток времени. И чем уникален и интересен бизнес, что скорость-то может быть у всех разная. Да, иногда бывает, мы за кем-то следим, проходит год, и мы просто осмысливаем. Вот прошёл год у меня, прошёл год у тебя. А я же ведь тоже так могла. Что-то я делала не так. И вот это правильное видение, взять ответственность, да, потому что ведь уверена, что у Марии не всё так гладко было, что вот она легко взяла, оставила семью, оставила дом, детей, внуков, взяла и приехала. У неё бы нашлось, друзья, тысячи причин и не приехать. Но раз человек приехал, да, значит, есть мотивация. То есть наши желания, они рождают энергию для действий. И Мария приехала неспроста, да. У нас был форум активных партнёров, которые здесь, в Оренбурге, организовывала я, Владимир, да, мой супруг, и ещё несколько лидеров, да, у которых тоже есть результат. Вот следующий мой вопрос, Мария, к тебе. Скажи, пожалуйста, не пожалела ли ты о том, что ты проделала путь, да, такой большой, сколько, кстати, километров? Не знаешь? Нет, не знаю, но до Москвы, до Москвы 6 часов, и с Москвы сутки. Ну, больше тысяч километров наверняка, даже если там не больше. Да, вот проделав такой путь, да, не пожалела ли ты о том, что ты приехала, и чем был полезен для тебя вот этот форум? Нет, я вообще не жалею, конечно, что я приехала, потому что я поставила сразу цель, что я обязательно буду здесь, в Оренбурге. Потому что, бывая на таких обучениях, ты смотришь по-другому, видишь по-другому свой бизнес, смотришь на успешных людей. И вообще я так, от форума я получила очень много позитива, познакомилась с другими людьми. А самое главное, я полюбила Оренбург, такие добрые люди. Я нашла себе здесь будущих партнеров, если я не скажу, потому что вчера я целый день ходила по городу, знакомилась с людьми. Продала я три флакона арабухов, побывала в драмтеатре, очень красивый город. И вот мы сегодня целый день занимаемся плодотворно, Олесе и Владимир не обучают. И я готова стартануть, стартануть не так, как в прошлом году, и выйти на хороший доход, и построить свою структуру. Я этого очень хочу. На это есть мне желание, есть мне знания. И главное, чтобы поставлена правильная цель. Потому что мне мои партнеры, мой Олесь, мне подсказала, как это надо делать. Я буду следовать то, что они делают. Я добьюсь успеха. Друзья, я уверена, что у Марии будет результат. И этого человека вы еще не раз увидите в видео. Очень рекомендую Марию как спонсора, если вы в поиске. Если вы хотите бизнеса, вам нравится парфюмерия, обратитесь, пообщайтесь с этим человеком. Это просто мега-мега личность. За таким человеком хочется идти. Несмотря на то, что я являюсь спонсором Марии, я учусь у этого человека, друзья, очень многому. Маш, ну и коль зашел разговор о том, что ты в чужом городе приехала и продала три флакона. Наверняка сейчас люди, которые смотрят видео, говорят, ну как? Как она это делает? Вот будет очень здорово, если ты поделишься с нами вот этим секретом, как тебе в чужом городе ты приехала и удалось продать ароматы. Поделишься? Да, хорошо. Я когда ехала в Оренбург, я взяла с собой такую папочку. Вот промо-тест. Ну, взяла она всякий случай. Но я думаю, что Оренбург, здесь такие лидеры. Здесь же Селезневая. Селезневая. Ну, думаю, возьму на всякий случай, в кольте кому-то покажу. А когда ехала я в Оренбург, разговаривала с пассажирами, оказывается, вообще не слышали компанию Армель. Я была, конечно, разочарована. Потом, когда закончилась учеба, я вчера раздавала вот такие папочки. Здесь получается визиточка, брошюрка и анкетка. Анкета. Вот такой. Я уже собрала. Вот мне дали. Она заполнена, да? Заполнена, да, девочка. Дали рекомендации. Вот. И она приобрела духи 134-й. То есть, извини, Маша, я перебью тебя. То есть, вот эта анкета, она у нас доступна в личном кабинете. То есть, здесь абсолютно все доступно. Работает метод тестирования, да? Тестирование, да. То есть, человек тестирует, ему либо нравится, либо не нравится. И вот так вот происходит по холодному рынку продажи, да? И очень легко, и просто. К тому же, визитка, по-моему, тоже, которая есть на нашем сайте. Да, да, да. Вообще, друзья, вообще все доступно. То есть, нет предела совершенства, да? Как называется? Бери и делай. Так, есть у нас наш прайсик, который сейчас в компании, да? С описанием ароматов. Так, и еще, смотрю, ты вкладываешь блодеры. Блодеры. Так. И пробнички. И пробнички. Ага. Скажи, пожалуйста, имеет значение, какие ты вкладываешь ароматы? Нет, нет, не имеет значения. Я просто беру два женских аромата и два мужских. И все, чтобы все-таки праздники, и тут 23 февраля, 14-е, и тут же приближается 8 марта. И люди выбирают и для мужчин, и женский, и мужской аромат. Да. То есть, можно, в принципе, даже вкладывать те пробники, да, ароматов, которые есть, допустим, на своем мини-складе. То есть, вот если встала такая проблема, ну, допустим, взяли, может, под акцию какую-то, под продажу, и у вас вдруг эти флакончики остались. Смело можно пробнички эти класть, и по статистике обязательно кому-то что-то понравится. Плюс, я смотрю, что даже пишут люди и рекомендации, да? Да, да. То есть, представляете, когда у вас, вот вы дали одному человеку протестировать, но одним, скажем так, выстрелом, да, Мария собирает три рекомендации еще. То есть, по сути, это как бы четыре, да, человека, вот, причем это уже, ну, достаточно будут лояльные люди. Город Оренбург. Причем город Оренбург, вот, поэтому вообще отлично, и вот в таком тандеме работать еще и продуктивнее, да, когда вы можете искать партнеров в том городе, где находится ваш спонсор, да, направлять к ним. Ну, вы только представьте, да, если вот сейчас Мария уедет, да, но есть люди, с которыми Маша проделает работу, она с ними созвонится, пригласит на аромодегустацию, они придут к нам в офис. И какова вероятность, что мы этих людей, допустим, не дадим им правильной информации, да, ну, конечно, такая вероятность равна нулю. А вот так вот именно и строится бизнес, вот так мы и расширяем города, так мы расширяем горизонты бизнеса, потому что когда в вашей структуре есть спонсоры, которые строят этот бизнес, поверьте, помогут любому, да, в любой глубине. Вот, поэтому классный метод, спасибо большое за такой ценный материал, я думаю, что очень-очень многим будет полезно. Я сама лично слышала о таком методе работы, но сама его не использовала, но сегодня поняла, что это очень сильно работает. Почему я его не использовала? У меня, в принципе, не было проблемы с контактами. Я могла и просто на улице подойти, протестировать, да, использовала и интернет, вот, но для многих, действительно, для многих людей проблема подойти на улице. Кто боится холодных контактов. Да, а здесь можно, пожалуйста, через знакомых, да, можно также же передавать это в организации, да, например, там работает у вас там подружка какая-то, все, передала. Да, причем я понимаю, что этот конверт ты и оставляешь, да, на какое-то время. Я оставляю на сутки, я говорю, я завтра за вами зайду и заберу на сутки, да. Да, и человек в удобной обстановке, в удобное время, когда ему удобно сел, продегустировал, а не на бегу, да. Иногда вот люди говорят, там, я вот стояла на улице, предлагала тестировать, никому ничего не надо. Ну, конечно, если холодно, да, или ветер, или дождь, конечно, нет той атмосферы, да, обстановки, чтобы люди захотели протестировать. Алис, ну, эти папочки хорошо отдавать в магазине, потому что нужно же, когда оставляешь, нужно брать обратную связь. Кому ты оставила и когда ты придешь, заберешь. Потому что у меня вот я работаю, три не работают, пять тоже, десять пакетиков такие я раздаю каждый день. И в итоге все дают рекомендации, и обязательно из десяти, всегда семь заказов всегда есть. Вот, и я хочу рассказать, что я вот вчера гуляла по Оренбургу и зашла в кафе попить кофе. И сидела там молодой человек, скучала. А я тоже люблю поговорить, что-то разговорились, и он у меня купил аромат 0,52. Потому что я сама люблю этот аромат. И так получилось, что разговаривали, что он ищет вторую половинку себе, а я говорю, а у меня есть такой аромат, что вам поможет, вот 0,52 у нас компания. Он даже не слышал, я коротко рассказала, и я ему отвезла этот 0,52, вот он позже. Я желаю ему счастья, найти вторую половинку, он, наверное, понимает, о ком говорю, если его видит в видео. Так что вот, все работает. Здорово, да? Искренность, история, да? И очень-очень просто, я думаю, да? Вот тебе было сложно? Нет. Ну, меня Оренбург вдохновил. Прямо я прям на все вот это вот какая-то открытость. Я вчера столько поговорила с людьми, такие добрые. Ну, не один сказал, извините, я куда-то спешу. Вроде бы выходной все гуляют, но все выслушивали, вот никто. Я думаю, что ты еще сама очень открытая, поэтому... Наверное, это эмоции, наверное, на обучениях. Вот это вот заряжаешься эмоциями, и хочется идти и делать. Потому что я все-таки всех призываю, что на все обучения нужно обязательно ездить. И скоро у нас саммит, 31 марта. Я хочу, чтобы все, кто хочет построить бизнес, побывали в Москве. Я уже купила билеты. Только я хотела спросить, какое событие будет следующее, и куда ты решила пустить. То есть ты саммит в Москву поедешь, да? Да, обязательно, да, поеду. Здорово. Вот очень важная тоже наша черта бизнеса, да, правильное принятие решений. Вот наш бизнес, он еще строится от события к событию. Вот сегодня мы побывали на форуме, подзарядились, все, работаем до следующего события. Но батарейку надо время от времени заряжать, да, телефон, он тоже разряжается. Если мы не заряжаем его, мы по нему не сможем говорить. Так же и мы с вами. Мы своего рода тоже те же батарейки, и нам нужна подпитка. И вот эти мероприятия, они нам вот эту подпитку и дают. Дают атмосферу, дают понимание, дают видение, куда двигаться и как двигаться дальше. Поэтому приглашаем всех, да, на саммиты. Кто хочет познакомиться с Марией лично, приезжайте в Москву. Мы с Владимиром тоже поедем обязательно, даже посетим 2-3 города. Вот. Я, Маш, благодарю тебя за эти прекрасные минуты, которые ты сейчас посвятила мне, зрителям, ответила на вопросы. Я думаю, что это видео очень многих смотивирует, да, тоже на приятие каких-то действий. Возможно, с помощью этого видео, да, найдутся люди, которые захотят прийти именно к тебе в команду. Я искренне тебе этого желаю и всегда говорю, друзья, что мы приглашаем вас в команду. Команду людей, которые умеют делать этот бизнес, понимают, да, у нас есть знания, опыт, есть навыки. И мы готовы передать этот опыт вам. Нужно? Ваше желание. Ну что, до следующего видео. С вами была Мария Духанова. И, как всегда, Олеся Селезнева. Следите за моим каналом. Всем пока-пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok